Верующие люди Живем мы так, что наша жизнь построена как бы на каких-то других ценностях. Это является одной из причин, почему Священное Писание содержит в себе так много очень детальных, документальных, практических фактов, которые снова и снова, обращаясь к верующим людям, доказывают им, что Христос настоящий. Именно этой цели посвящается Евангелие от Иоанна. Я еще раз хочу прочитать последние два стиха двадцатой главы. Двадцатая глава Евангелия. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Мы сегодня будем говорить о двадцатой главе, где апостол Иоанн, евангелист Иоанн, обращаясь к нам, он говорит следующее слово. «Много сотворил Иисус предучениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И дальше, и веруя, имели жизнь во имя Его». Вот эти два действия Евангелия, они играют колоссальную роль в жизни каждого человека, который с ним соприкасается. Они должны играть колоссальную роль в нашей с вами жизни, в вашей жизни, в моей жизни. Если этого не происходит, то тогда получается то, о чем я только что сказал. Люди вроде бы верующие. Помните третья глава книги Откровения, где написано «Ты не холоден, не горяч». Вроде бы сказать, что этот человек неверующий нельзя, потому что в церковь ходит. Ну и когда посмотришь на веру этого человека, он живет так, что в его жизни вот то, что сделал Христос, не очень большую роль играет, не очень сильно влияет. Не влияет на его радость, не влияет на его распределение времени, не влияет на его разговоры, о чем он разговаривает с людьми. Не влияет на его общение, мало влияет на его ценности, конечно же, очень мало влияет на мечту, на надежду, на то, к чему человек стремится. Попробуйте посмотреть на вашу жизнь. Вот вспомните прошлую неделю, хотя бы прошлую неделю, и попробуйте проанализировать, сколько в этой прошлой неделе ваше сердце было обращено к Господу, в том, чтобы ожидать его, мечтать о нем, наслаждаться им, говорить с кем-то о нем. Вот когда вы собирались с кем-то на прошлой неделе, потому что многими, очень многими людьми говорили, сколько вы говорили о Христе, о Божьем Слове, о том, что Господь делает, о разных благословениях Божьих. И вот, если честно посмотреть, ну, я не знаю, наберется один процент или два, я не уверен, что десять процентов наберется. Очень маловероятно. То есть, это говорит, еще раз посмотрите на эти слова, это же написано, чтобы вы уверовали. Дальше сказано две вещи, во что нам нужно уверовать. Первое, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И мы с этим вроде бы соглашаемся, но соглашаемся так, что не хватает для второй части. А здесь сказано, чтобы уверовали, и уверовали так, чтобы в веру имели жизнь во имя Его. Проблема огромного количества верующих людей заключается в отсутствии вот этой последней точки или в минимизации. В том, чтобы вроде бы мы не отвергаем то, что мы уверовали. Иисус Христос спросил у любого, спросил, он Мессия? Конечно, Мессия. Он Сын Божий? Да, конечно, Мессия. А почему же ты так не живешь? Причина, почему так не живешь, заключается в понимании слова вера. В том, что мы веру воспринимаем только как элемент интеллектуального согласия. Вместо того, чтобы вера в действительности пропитывала сущность того, кто мы есть. Вот почему апостол Иоанн подбирает в своем Евангелии множество фактов, в которых он рассказывает, что произошло с ним самим. И сегодня мы коснемся одного из очень интересных фактов. Он сам и вместе с другими апостолами был похож на нас. Чем он был похож? Они ходили за Христом. А когда они пошли за Христом, с самого начала, они пошли, потому что они поверили, что он Мессия. Помните, когда Андрей, апостол Андрей, он находит Петра, своего брата. Помните, о чем он говорит? Он говорит, мы нашли Мессию. То есть они с самого начала согласились, поняли, что он Мессия. Они пошли за Мессией. Но постепенно, по мере того, как они следовали за Христом, менялось понятие их веры. Помните, на определенном этапе, это описано в 16 главе Евангелия от Матфея, на определенном этапе Иисус оставляет их одних. И там, вернее, они остаются одни со Христом. И там это было в Кесарии Филиппова. Очень интересно. И, кстати, место само по себе. Вот там, в этом месте Иисус задает им вопрос, а вы за кого почитаете меня? И там апостол Петр приходит, или он выражает свою позицию. Он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. То есть, заметьте, вначале они последовали за ним, как Мессия за Мессией. Вот здесь, к этой точке, он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Но помните, сразу же в этой же главе, через несколько стихов, апостол Петр пытается отговорить Иисуса, чтобы он не шел на Голгофу. И Христос ему говорит, отойди от меня, сатана. Это в тот же самый день происходит, в тех же самых обстоятельствах. Вот такая реальность. Но есть одна точка, в которой происходит завершающий элемент, изменяющий отношение учеников ко Христу. И этим элементом стало воскресение Христа. Давайте прочитаем 20 глава с 1 стиха. Мы сегодня, если Господь позволит, до 18 стиха попробуем изучить эту часть. Первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Значит, в пятницу похоронили Христа, Его распяли. Эти женщины стояли, видели, что произошло. Потом Иосиф Римофейский с Никодимом обработали тело благовониями, как это делалось для почетных людей, обвели плащаницей и похоронили в саду, который был недалеко. В субботу нельзя ходить. Первый день недели они приходят. Вердя, нельзя работать, там ходить можно было немножко. Приходит ко гробу рано, когда было еще темно, видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба и не знаем, где положили. В тот час вышел Петр, и другие ученики пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелины, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащие, но особо свиты на другом месте. Тогда вошел другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Иоанн пишет о себе. Другой ученик – это он. Это он сам. Мы видим, как он называет себя часто таким именем. И вот здесь, в данной точке, он пишет о поворотном моменте в его сознании. Он пишет о том моменте, который сделал из слабых, боязливых, смущенных, рассеянных по разным местам рыбаков, вот эти слабые рыбаки, и вот эти люди, они превратились в могущественных столпов, которые основали величайшую христианскую религию, величайшую религию мира, Христову Церковь. Иоанн описывает это состояние. Это был он, слабый человек, который вместе со всеми убежал из Гефсиманского сада. Но вот в этой точке что-то произошло, и он говорит, и я увидел, и я уверовал. Дальше описывает, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых, и так ученики возвратились к себе. Один из стихов. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, она клонилась в свою гроб, и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы, у другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит ему, «Несли Господа моего, и не знаю, где положили». Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его? Я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, «Воскажу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Мария идет и возвещает ученикам, что видела Господа. Эта история позволяет увидеть нам формирование веры людей, которые были непосредственно рядом с Иисусом Христом, формирование веры воскресшего. Эта история обладает колоссальной важностью сегодня именно по причине того, что она позволяет нам иметь жизнь во имя Его. Давайте еще раз посмотрим на 31 стих. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Когда Иоанн поверил, это изменило его жизнь, и это изменило жизнь других учеников. Мы сегодня можем и должны иметь жизнь во имя Иисуса Христа, но мы будем ее иметь настолько, насколько реальной является наша вера в воскресение. Насколько реальная ваша вера в воскресшего Иисуса Христа. Насколько воскресение Иисуса Христа сегодня является определяющим фактором, который регулирует вашу жизнь. Именно об этом говорит Иоанн. Две части, здесь мы на них посмотрим кратко, сколько у нас есть время. Первое – основание веры воскрешего. Иоанн представляет нам основание. Это не просто благие пожелания. Как апостол Петр говорит в своем втором послании, в первой главе, он говорит, мы нехитро сплетенным басням последовали, но были очевидцами этого. Иоанн пишет об этом же самом. Он представляет доказательства. В прошлой проповеди мы очень подробно на этом останавливались. Он представляет доказательства за доказательством. Он представляет фактическую базу. Именно с этого мы и начнем. Деяние апостола, первая глава, Евангелист Лука пишет и говорит об этом. «Первую книгу я написал тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся, дав духом святым повеление апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым, пострадании своем со многими верными доказательствами. В продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божьем». Заметьте, апостол Петр говорит о фактах, о доказательствах. Апостол Леон приводит множество доказательств. Лука пишет свою книгу, это уже вторая книга, и он опять говорит о доказательствах. Он говорит о фактической базе. То есть их вера основана не на мифах. Их вера основана не на благом пожелании. Их вера основана не просто на хорошей, удачно выстроенной философской системе, которая наилучшим образом объясняет реальность. Их вера основана на факте. И самым главным фактом их веры был, конечно, факт воскресения Иисуса Христа. Давайте посмотрим на эти факты, которые представлены нами, евангелистам Иоанном. И я собрал несколько других здесь граней для того, чтобы получить немножко более широкую картину. Таких фактов было много. Самый первый факт, который упоминается здесь, – это отваленный камень. Для нас это может показаться чем-то таким не совсем значительным, но когда мы говорим о тогдашних гробницах, тогдашние гробницы выдалбывали в скалах, и их закрывали большим круглым камнем. Вот примерно таким. Это одна из гробниц, которые сохранились до сего дня. Вот в известняке, выдалбина гробница, там пещера такая. Кто был в Израиле, еще, может быть, будет, вы можете видеть. Это своеобразный такой метод, как они хоронили своих мертвецов. Посмотрите, вот такой камень, для того, чтобы его откатить или закатить, нужно несколько человек. Вот почему Мария, идя ко гробу вместе с женщинами, она, естественно, думает. Она идет самая первая. Ей это было самое дорогое и самое ценное. Мы еще коснемся этой истории немножко. Она идет, и она переживает. Она беспокоится. Как бы смогут ли они откатить камень, чтобы попасть в гробницу и чтобы обработать тело? Евангелист Марк пишет, 16 глава, 1 стих. По прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от гроба. И взглянув, видят, что камень отвали, а он был весьма велик. И Анну упоминают только Марию Магдалину, потому что она там главным была инициатором, и мы этого коснемся еще. Но их было несколько женщин, и они, кстати, приготовили ароматы. Матфей говорит о том, что они приготовили их еще в пятницу. И причина, почему они это сделали, это примерно так, как сегодня цветы. Вот кто-то идет на похороны и несет цветы. Они знают, что там цветов уже много, там кто-то позаводился. Но это был знак любви. Это был знак выражения. Хотя 100 литров там Никодим принес этого благовония, чтобы обработать тело, мы знаем, в пятницу. Но Мария пошла и купила, написано еще в пятницу, пошла и купила свое, свои ароматы, свое благовоние. Так они делали тогда, для того, чтобы выразить свою любовь к учителю, которого она очень любила. Вот они приготовили, они идут. И как только она видит это, Мария первая, мы не знаем, что стало с остальными женщинами, но она, видно здесь, инициатор всего этого, она бежит и сообщает об этом Иоанну с Петром. Посмотрите еще раз. Первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит, остальные где-то остались. А Мария Магдалина бежит к Симону Петру и к Иоанну. То есть это первый факт, который складывается в пазл в сознании у Иоанна. Второе – бездействующая стража. Кроме того, что камень был очень тяжелым, у женщин была еще одна проблема, причина, смогут ли они его открыть. Почему? Потому что камень был опечатан, и к нему была приставлена стража. И разрешат ли воины отснять печать, откатить камень, зайти, помазать тело, и потом все опять назад вернуть. Матфей пишет об этом. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскресный. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, приедя ночью, не украли его, и не сказали народу, «Воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им, «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать. Когда Пилат говорит, «Имейте стражу», он имеет в виду о определенном контингенте римских воинов, которые были прикомандированы к храму. Они обеспечивали их порядок в храме, и поэтому этой стражей распоряжались первосвященники, синедрион, религиозные лидеры. И они их поставили охранять, и они ставят печать, печать, которая говорит о том, что это не вскрыто, что здесь не вскрывалось. Поставили их охранять гроб именно для того, чтобы ученики туда не проникли. Правда, ученики в это время были достаточно без дезориентированных, они были в страхе, в волнении, они разбежались, и они пытались осмыслить происшедшее, что там происходит. И интересно, что только женщины, которые движены эмоциями, они не анализируют, они просто любят. И они не могут сидеть, и они поэтому рано утром, они, будучи движимы любовью к распятому, они преодолевают страх, и они идут ко гробу, и они идут туда, они идут не потому, что они верят в воскресенье. И одни, и другие, и ученики, мужчины, и женщины, они не верят в воскресенье. Они идут. Почему мы видим, что женщины не верят в воскресенье? 16 глава, смотрите, первый стих. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. Для чего ароматы? Ароматы помазать, это не живого, они к мертвому идут. Они идут для того, чтобы тело обработать этими ароматами. Но когда они приходят, они обнаруживают не только, что камень отвален, но и что стража парализована от случившегося, она абсолютно не контролирует ситуацию. Евангелист Матфея описывает это подробнее. 28 глава, 2 стих. «И вот сделалось великое землетрясение. Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда выбила, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые». Попробуйте представить эту картину себе. Вы приходите домой, дверь на распашку, и ангел сидит возле дома. Но это еще более страшное. Почему? Потому что это не дом, это сад, это ранний рассвет. Вот почему, что даже видавшие виды эти воины, которые в боях были много-много раз, когда они соприкоснулись коснулись с ангелами, когда они увидели этого одного ангела, который снял этот камень, поставил его рядом, сел на него и сидит на них, смотрит. Эти ангелы напугались до смерти. Посмотрите, так и написано. «Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые, буквально напугались до смерти». Самые отважные воины. Но к этому добавляется еще один факт. Воскресение Иисуса сопровождалось явлением ангелов. То есть, первое мы видим, что действует в сознании Иоанна. Отваленный камень. Потом он хорошо знает римлян, он знает римских воинов, он знает, что они только что распяли Христа. Это очень жестокие люди, бессердечные люди, которых не проберешь ничем. И теперь тот факт, что они не действуют, говорит о том, что там было сверхъестественное мощнейшее вмешательство неба. Явление ангелов, кроме того. Еще раз, 28 глава Матфея, 2 стих. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сел на нем, и вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег». Когда люди соприкасаются лицом к лицу с Божьим действием, они не могут оставаться спокойными. Их гордыня сокрушена, их самоуверенность исчезает, их смелость не сходит на нет. Но кроме ангела, который сидел на камне у входа в гробницу, был еще один. Евангелист Марк говорит об ангеле, который находился внутри гробницы. То есть, один, мы видим, описывается, он сидит на камне вне гробницы, аутсайд, другой – внутри. Лука говорит об обоих. Он сразу называет обоих ангелов. 24 глава 1 стих. «В первый же день недели, очень рано, принеся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда еще был в Галилее». Явление ангелов – достаточно редкое явление. Я хочу сказать о том, что в действительности ангелы действуют постоянно, но мы их не видим. Помните, написано, ангелами своими ополчается, защищает. То есть ангелы действуют очень активно, но мы их не видим. Иногда в некоторых ситуациях Бог открывает ангела. И это чрезвычайно редкое явление. Мы видим, как это в Ветхом Завете было на протяжении всего времени, только несколько раз, по рукам можно, на пальцах можно пересчитать. Во время рождения Иисуса Христа, помните, три раза было явление, первое или четыре раза. Первое – это Иосифу, потом Марии, Захарии, и потом в момент Рождества, когда ангелы на небе явились пастухам. И все, и потом нет ангела. И потом мы читаем, когда ангел Господень подкрепляет Иисуса в Гефсиманском саду, помните, когда он молится. И три ученика видят это, которые рядом там находятся. И вот в данном случае это чрезвычайное событие, когда небо открыто вмешивается. То есть Иоанн понимает, когда в его понятии складывается все это одно к другим, одно к другому. Итак, мы говорили уже о трех фактах. Отваленный камень, бездействующая стража, явление ангелов. И есть четвертое – пустая гробница. Послушайте еще раз с первого стиха, двадцатая глава. Первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили». Вот то, что она увидела, что там нет тела, для нее это было самым главным, будораживающим ее фактором, который заставил ее побежать. И так бежит. И она рассказывает Симону и рассказывает Иоанну, что тела нет. Заметьте, что Мария продолжает находиться в состоянии, что она неуверенна в воскресении. Это очень интересный и очень важный элемент. Почему? Потому что точно так, как ученики, точно так же и женщины, они имели совершенно другое представление о том, как Мессия должен был устроить царство, что он должен был сделать. Они пошли за ним, потому что они поверили в то, что он Мессия, а Мессия должен установить трон Давидов, установить царство Израилю. И они надеялись на это, и они шли к этому. И все свидетельства Иисуса Христа о том, что он должен быть распят, они пропускали мимо ушей, потому что это не вкладывалось в их общую картину того, что они ожидают. Они ожидают, что Мессия будет править. И вдруг его арестовали. И вдруг его избивают. И вдруг его пригвоздили ко кресту. И они сами видели, что он мертв. Они видели, как тело его пронзили. Они видели, как его обвили пеленами. Они видели, как его положили в огро. Поэтому они не верят. Вот почему Иоанн, говорит, и уверовал. Он был очень неверующим человеком, хотя следовал за крестом долгое время. Ему нужна была эта точка, в которой все это сложится в один пазл, в котором он уверует в действительность. Пятый фактор, который мы видим, это сложенные пелены. Когда Иоанн прибегает, а он, видно, был в лучшей физической форме, что он бегал быстрее, чем Симон, он прибежал первый, но, по всей видимости, у Петра было больше мужества, больше смелости. Смотрите, 5-е стихо, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Немножко страшновато, по всей видимости, было. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб. Это типично для Симона. Симон ничего не боится, он движется вперед и видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе, не с пеленами лежащими, но отдельно свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, пришедший прежде ко гробу и увидел и уверовал. Это было очень необычно. Если допустить, что кто-то украл тело, то зачем его разматывать? Представьте себе, его заматывали в такую ткань и обрабатывали этими ароматами для того, чтобы этим выражали почтение к умершим. Как бы забить запах тления, забить вот это присутствие смерти? Теперь представьте себе, если кто-то ворует тело, то, во-первых, это долго раскрутить. Зачем терять время? Во-вторых, намного удобнее нести завернутое тело, чем развернутое. И когда Иоанн видит это, он не понимает, зачем же это происходит. Но еще один фактор, который добавляет его сознание, дело в том, что было два куска ткани, которые обматывали, один кусок ткани, все тело, второй кусок как платок, голову заматывает. И когда он видит, что эти два куска, они не просто брошены здесь в кучу, чтобы их разбирать, а они так лежат, один здесь, один здесь. И он понимает, что что-то произошло, что тело вдруг испарилось, оно вдруг прошло сквозь эту ткань, что ткань так и осталась лежать здесь, на этом месте. Вот после этого Иоанн говорит, и увидел, и уверовал. Он описывает свой опыт, он говорит нам, это его свидетельство, он пишет, как он пришел к Богу, как он пришел ко Христу, он приводит нам эти факты и говорит, вот здесь я уверовал, вот здесь я точно понял. именно это стало ключевым, но это еще не все. Мы видим, что кроме того, что происходит, Иисус является еще сам лично сначала к Марии Магдалине, потом к другим людям. Это тоже очень интересный момент. Почему Иисус является именно Марией Магдалине? Почему не Петру? Почему не Иоанну? Почему именно Мария удостоилась такой чести? Единственное объяснение, которое я могу найти. Эта женщина любила Иисуса больше, чем другие. Вы помните, что это была та женщина, которой сатана держал ее в оковах, и Иисус освободил ее от дьявольских оков. Она была женщина очень низкой, очень грязной, и Господь ее поднял, и Господь ее освободил. Помните, Христос говорил когда-то о нее, кому много прочно, тот много любит. И вот именно она приготовила ароматы с вечера в пятницу. Она инициирует, она собирает вокруг себя этих женщин. Как я уже сказал, это можно сравнить с тем, как люди несут цветы на могилу дорогих им людей. Они просто этим выражают свою любовь. Они уже ничего не могут этому человеку сделать, но они все равно идут и несут цветы. Почему? Потому что они любят. Вот это то, что делает Мария. И вот даже после всего пережитого, после отваленного камня, парализованной стражи, пустого гроба, после того, как Петр и Иоанн уверовали, что Иисус воскрес, Мария продолжает плакать. По-другому женщины устроены, там эмоции, там много всего. И вот Бог посылает ей ангелов, эти же два ангела, специально к ней теперь являются. Посмотрите 11 стих. Мария стояла у гроба и плакала. Иоанн уже уверовал, он больше своим рациональным умом у него сложилось все, он понял, что происходит. Мария еще под воздействием чувств находится и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих, одного у главы, другого у ног. Эти ангелы спрашивают женщину, что ты плачешь? И она объясняет, унесли Господа моего, не знаю, где положили. То есть, она еще не может сложить пелены, которые лежат в разных местах, куда делось тело. Она понимает, что тела нет. Она об этом плачет. И сказав это, обратилась, заметьте, ангелы даже не успели ей ответить. Обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Темно, заплаканные глаза совершенно не ожидают Иисуса. Причем Иисус воскресший. Мы видим, что Он отличается немножко от того, каким Он был до того. Иисус говорит ей, женщина, что ты плачешь? Кого ищет? Она думает, что это садовник, говорит ему, господин, если ты вынес его, скажи мне, где положил, я возьму его. Вот здесь Иисус называет ее по имени. Иисус говорит ей, Мария. И она, обратившись, говорит ему, Равуни, что значит учитель. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и к отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему. Мария идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он сказал ей. Вот этого уже было достаточно, чтобы Мария поверила. Теперь она точно знает, что Иисус воскрес, и она бежит к ученикам и сообщает о том, что она видела Господа. Подобных ситуаций было много. Иисус являлся много раз. Апостол Павел пишет, что Иисус являлся многим, а в один раз одновременно более, чем пятистам человек. 1 Коринфянам, 15 глава. Ибо я первоначально передал вам, что и сам принял, что Иисус, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был и что воскрес в третий день по Писанию, что явился Кифи, потом двенадцать, и потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые почили. Смотрите, здесь написано, что Иисус являлся отдельно Петру, об этом не написано в Евангелиях. Кроме того, Иисус явился отдельно Иакову. Скорее всего, речь идет о его сводном брате, который стал потом пресвитером Иерусалимской церкви. Мы знаем, что братья Христа уверовали после его воскресения. Итак, основанием веры в воскресение Христа для Иоанна являются факты. Отваленный камень, бездейственные войны, явление ангелов, пустая гробница, пелены лежащие отдельно, ну и, конечно же, явление самого воскресшего Христа. Но кроме того, было еще два факта, о которых говорит Иоанн. Эти два факта, прежде всего, свидетельство Христа. То есть, когда Иоанн увидел это все, вот тогда многое стало на место в его сознании. Вторая глава Евангелия, на 18 стих мы читаем, на это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Это когда он храм очистил. Иисус сказал им в ответ, разрушь ты храм этот, и я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, этот храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его, а он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. То есть, Иоанн говорит, что вот все эти факты, они привели его к тому, чтобы вспомнить многочисленные слова, которые говорил Иисус. А он говорил много. Я приведу кратко несколько только таких примеров. Матфея 16, глава 21 стих. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым и в третий день воскресным. Дальше мы читаем после преображения Христа, когда они сходят с горы, Иисус говорит, никому не сказывайте об этом видении, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Здесь же 17, глава 22 стих. Во время пребывания в Галилее Иисус говорит, Сын Человеческий будет предан в руки человеческой и убьют его в третий день воскресным. Когда они идут последний раз в Иерусалим, 20 глава Матфея, восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал, вот мы восходим в Иерусалим. И Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам и осудят его на смерть и предадут его язычникам на поругание, биение, распятие и в третий день воскресного. Вот все это всплыло в памяти Иоанна прямо в той точке в гробнице. И он уверовал, о чем говорил учитель. Как я уже сказал, что у них не вкладывались эти слова Иисуса Христа, потому что у них было совершенно другое представление о том, каким должны были быть действия Мессии. Кроме этого, кроме фактов, с которыми не соприкоснулись, кроме слов Христа, которые не вспомнили, Иоанн упоминает еще один фактор, это свидетельство Писания. То есть три глобальных причины, почему Иоанну веровал. Первая причина, он видел, как это происходило. И он видит, как это в точности соответствует тому, что Иисус говорил, хотя они не понимали это. Но это дальше, больше того, это в точности соответствует тому, о чем было сказано за сотни лет до того, как Иисус пришел. Мы видим много мест в Писании, которые говорят о воскресшем Христе, о воскресении. Апостолы ссылаются на них, когда проповедуют о Христе. Деяние 17, 2. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что этот Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Заметьте, Павел доказывает из Писаний. Он не просто говорит, вот просто поверьте, потому что мы так говорим вам. Заметьте, они очевидцы, они ссылаются на то, что Христос говорил, и у них есть Писание, которое они открывают и пункт за пунктом доказывают. Несколько мест наиболее очевидных, на них ссылается апостол Петр в Деянии апостола, 2 глава, его проповедь в день Пятидесятницы, с 25 стиха он говорит, ибо Давид говорил о нем, видел я пред собою Господа всегда, Он одесну и меня, чтобы я не поколебался. Он цитирует здесь 15-й Псалом с 8 по 11 стихи. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в ваде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Дальше Петр продолжает и говорит, муж и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до этого дня. Будучи же пророком и зная, что Бог склятывая обещал дать ему, от плода чресла его, воздвигнуть Христа во плоть и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в ваде, и плоть его не видел от ления. Этого Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Потом немножко ниже он ссылается еще на Псалом 109. Одним словом, я привел вам пару примеров мест Священного Писания, о которых говорили апостолы. И очень коротко, сущность веры в воскресшего. Я очень кратко скажу об этом, почему? Потому что это касается каждого из нас, и нам нужно немножко яснее понять, о чем же говорила здесь Мария, и о чем Христос говорил. Вера в воскресшего – это не просто признание факта того, что Иисус воскрес из мертвых. Вера в воскресшего открывает новый мир совершенно. Прежде всего, это основание Царства Славы. Посмотрите, что говорит Иисус Марии. Она, обратившись, говорит Ему Равуни, что значит Учитель. Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу Моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, к Богу Моему и к Богу Вашему». Смотрите, результатом воскресения Иисуса Христа стало то, что теперь Он восходит к Отцу. То есть человек восходит на небеса, в небесную славу, в непосредственное присутствие Отца. Это стало возможным в результате того, что произошло на кресте Голгофы и что произошло в момент воскресения. Смерть и воскресение Иисуса Христа освободили человека от греха, от проклятия и от вины. Что это значит? Это значит, что человек сейчас вхож в небеса. Человеку доступна слава небес. Это то, во что уверовал Иоанн. Вот почему он живет, вот почему остальные апостолы живут, страдают за Христа, отдают свою жизнь за Христа, потому что слава небес, слава, которую открыл Христос, она стала для них реальной. Смерть и воскресение Христа освободили людей от тления, от рабства тления. И Иисус воскрес в прославленном теле, которое не только не подвержено болезням, оно не подвержено смерти, но оно способно функционировать в Божьем измерении. Вы понимаете, что Бог выше материи, выше пространства и выше времени. Иисус получает прославленное тело, которое может существовать вот в той системе измерения. Оно может быть присутствовать с Богом. Колоссянам 1 глава мы читаем «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы, введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью». То есть это не просто какое-то эмоциональное переживание, это открытые двери в славу. И последнее ожидание царства славы. Вера, она и представляет собой то, что у нас есть основание, и вера имеет ожидание. Вы знаете, что однажды вера не нужна будет, когда ожидание закончится, и когда мы встретимся со Христом. Тогда уже вера не нужна, тогда любовь уже будет. Ожидание царства славы. Интересно и дедаль. Посмотрите, не знаю, обращали вы внимание когда-то на это. Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко Мне, ибо я еще не вошел к Отцу Моему». Я раньше не понимал, Христос запрещает Марии прикасаться, а другой евангелист говорит, что она припала к его ногам. Потом он сам говорит Фоме, вложи перст в руки мои, пощупай мои раны. Дело в том, что слово «не прикасайся» в данном месте можно точнее перевести, как «не хватайся за меня», «не удерживай меня». Что происходит здесь? Когда Мария, потеряв Иисуса, вдруг она ее вернула. Вы когда-нибудь видели, как мама, когда она потеряла ребенка на базаре или в моле, или еще где-то, и потом вдруг его она нашла? Что она с ним делает? Она его вот так вот схватит и держит. Держит, потому что она потеряла и теперь нашла. Вот это женская реакция эмоциональная, вполне естественная. Это то, что делала Мария, когда она увидела Христа, она его не хотела отпускать. Христос говорит, отпусти. Отпусти, потому что я к Отцу пойду. Вам нужно еще здесь жить. Я пойду к Отцу. В этом и есть смысл веры. Смысл веры заключается в том, что мы ожидаем. Мы будем сейчас молиться, будем участвовать в вечере Господней. Я хочу задать вам вопрос. Верите ли вы в воскресение Христа? По-настоящему верите? Изменила ли вера в воскресение Христа вашу жизнь сегодня? Можете ли вы сказать, что вера в воскресение Христа, она сделала вас способными жить во имя Его? Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Мы склоним колени и помолимся. Господи Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту возможность сегодня прийти пред лицо Твое, осознавая, что Ты, Господин Вселенной, возлюбил нас настолько, что Ты послал Сына Своего Единородного сюда на землю, послал для того, чтобы совершить это чудесное, удивительное, гигантское, и в то же самое время с человеческой стороны ужасное дело, когда грехи наши были возложены на Сына Твоего, и когда весь справедливый гнев, Он был излит на Спасителя нашего, Который понес на Себе нашу вину, Который пострадал за наши грехи для того, чтобы освободить нас от греха, от вины, Который взял на Себя наше проклятие для того, чтобы сделать нас благословенными и прославленными, Который умер, Который был погребен и Который воскрес для того, чтобы оправдать нас. Я прошу Тебя, Господи, укрепи нашу веру в воскрешу. Господи, помоги, чтобы сейчас, когда мы будем участвовать в вечере, чтобы каждый из нас этим шагом мог исповедать, я верю в воскрешу. Я действительно имею жизнь, я имею. Вера в воскрешу действительно определяет мое мышление, мои ценности, мои интересы, мое время. Господи, благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok